И вот, несмотря на несравнимое превосходство учения Христа перед современным социализмом, материалистическим, бездушным, мертвым социализмом, Христос у всех христиан в загоне. Он всеми забыт, хотя он и считается в христианском мире истинным Богом. В настоящее же последнее время в жизни христиан совершается что-то ужасное. Христиане против Христового учения, как это все не странно, в своей вере, в своей любви ко Христу, в своей к Нему молитве, в своей жизни настолько оторвали Христа от Его учения, насколько земля оторвана от солнца, насколько жизнь оторвана от смерти. Хотя лично Христа христиане устами своими считают своим Богом и молятся Ему, и пока совершают Ему служение и так далее. Но что касается Его учения, то, как я уже говорил, христиане не только отрицают Его, но своей жизнью стали прямо во враждебные к Нему отношения. И опять скажу, что виной такого страшного отдаления Христа от Его учения является опять-таки прежде всего государство, а потом и церковное духовенство. Государство прекрасно взвесило, что если учение Христа проводить в самую гуще общественной жизни, то государству с Его войсками, с Его насильническим строем жизни – смерть. Евангелие проповедует царя неземного, не человека с его штуковой властью, с его круповскими заводами и удушливыми газами. Оно проповедует Христа, царя, с Его бесконечной любовью. Оно проповедует совсем и другое царство – царство Божие, царство жизни по Нагорной проповеди Христа. Проповедует оно законы жизни, законы внутренней, духовной праведности. Эти законы, как нормы христианской жизни, есть заповеди Христа, изложенные в той же самой Нагорной проповеди. В это царство Божие христианин вступает со всею своей земной жизнью. Вся его земная жизнь есть беспрерывное приготовление и вступление в царство Божие. Христианин живет на земле только для того, чтобы своею христианскую жизнью продолжать дело Христа и проводить единую святую волю Божию через себя, через свои мысли, чувства и поступки и на всю окружающую себя видимую материальную среду исключительно для того, чтобы перерабатывать даже и весь сей видимый мир в и ценный материал для Царствия Божия на земле. Христианин является одновременно и живым, ценным материалом и его собственным строителем. Цель всей земной жизни христианина – Царство Божие. Что же такое само по себе Царство Божие? Царство Божие есть соборная, братская, творческая воля христиан, растворенная исключительно волю Божию, здесь же, на земле. У них не должно быть своей воли, их воля есть воля Божия. Они все в Боге и Бог в них. Вся их жизнь на земле есть в расстании себя в Бога. Самое любовное творчество их жизни есть как свободная жертва Богу, как погружение себя в Бога и как насыщение и выпивание в себя Святого Духа. Поскольку люди будут уходить своей жизнью в Бога, врастать в Него, поскольку они будут исполняться беспредельной любовью своего сердца ко Христу, к Его учению и ко всему человечеству. Среди этих людей, как учеников Христовых, не может быть ни начальствующих, ни подчиненных, ни богатых, ни невольных, нищих, ни больших, ни меньших, ни рабов, ни капиталистов, ни немцев, ни русских. Все родные братья, между собой дети, живые дети живого Отца Бога. В Царстве Божьем нет места ни человеческому себелюбию, ни разврату, ни зависти, ни ненависти, ни войне, ни национализму, ни превосходству мужчины над женщиной, ни лжи, ни обману, ни насилию, ни пьянству, ни всяким соблазном, ни даже тени греха и всякого зла. Вот что такое Царство Божие само по себе. О, как бы я хотел, чтобы все рассеянные по всей вселенной чады Христовы воплотили в себя, в свою собственную жизнь Царства Христова, как живую предвечную волю Отца Небесного, и, соединившись между собою в одно мировое, сверхгосударственное во Христе братство, выявили бы в своей соборной, братской жизни всю полноту этого Царства Божия на земле. Только для одних сынов Божьих закон жизни Царства Божия на земле есть незыблемая Христова правда. Это-то Христова правда и есть учение Христа о жизни. Конечно, для государства такое учение о Царстве Божьем есть крайний анархизм. И какой еще страшный анархизм? Это есть страшный духовный мировой динамит. Поэтому против такого страшного для себя учения Христа государство всячески выступает на борьбу тем или иным путем. Все свои силы полагают на то, чтобы на каждом шагу преследовать учение Христа и как можно больше давить его. Казалось бы, всему христианскому духовенству, как армии Христовой, нужно всячески, всеми силами отстаивать, спасать учение Христа от всякого посягательства на него со стороны государства. И вообще кого бы то ни было. Но, увы, эта Христова армия, большую свою частью, сама за деньги перешла на сторону государства, сама воюет против самого Христа, сама отвергает и втаптывает в грязь учение Спасителя. Измены Христу! О Боже, какая страшная измена Спасителю мира! Ужасно! Я более чем уверен, что если бы государство снова начало открытое гонение на их христиан за их веру в божественность Христа, то самыми опасными предателями и палачами христиан оказались бы опять-таки мы, служители алтаря Христова. Только, конечно, за деньги и большие награды. Если мы в мирное время, при отсутствии открытого гонения на христиан на протяжении около 300 лет через исповедь, через таинство, покаяние, сажали в тюрьмы, в крепости, ссылали на каторгу идейных политических христиан, которые исповедовались у нас, своих духовных пастырей, в своих политических заблуждениях, то что же и говорить об открытом гонении на христиан со стороны государства? Ведь достаточно только раскрыть наши учебники и заглянуть в них, чтобы увидеть, какую борьбу мы идем. Священнослужители Церкви Христовой в угоду государству с учением Христа. В учебниках по закону Божию на первом месте стоят 10 заповедей Моисея, но никак не Нагорная проповедь. Даже в некоторых современных толкованиях Евангелия от Матфея Нагорная проповедь Христа совершенно опущена. Это еще не все. Мне самому приходилось очень много читать и перечитывать авторов, разъясняющих Нагорную проповедь, и я всегда с глубокой грустью отходил от них. Вы все эти толкователи Нагорной проповеди казались в моих глазах жалкими трусишками с заячьей душой, с лисьим умом, с хамелеоновым характером. Вот какая Христобоязнь существует в нас, служителях Алтаря Христова. Поэтому ничего нет удивительного, что современные христиане далеко хуже язычников, а мы, пастыри Церкви, изменились в своей жизни до того, что стали какими-то церковными фиглярами, святыми актерами, праведными шутами, коварными и лукавыми политиками. Ах, больно, да слез больно за современное христианство. В эти ближайшие дни, после появления немецкого аэроплана, во время моей поездки по охране железных дорог 77-й ополченской бригады, я сильно радовался. Душа моя наполнялась каким-то неописуемым восторгом духовной радости. Мне казалось, что прежняя моя религиозная весна детства снова явилась для меня, и я начал оживать в Боге. Но вместе с тем я был и страшно потрясен. И как никогда я был тогда потрясен тем, что в то самое время, именно со дня появления немецкого аэроплана, передо мной открылась вся бездна моей прошлой греховной жизни. Я в мгновение ока увидел ее такой, какая она есть на самом деле, увидел и чуть не обезумел от ужаса. «Боже мой», — говорил я тогда, «что же это со мной случилось, что я как священнослужитель так низко опустился в такую страшную бездомную пропасть всякого зла?» «О, каким же я ужасным, мерзким преступником кажусь перед Тобою, Господи, когда я 23 года нахожусь в этой самой бездне греха и всякого зла?» «В мире нет такого грешника, как я, несчастный служитель алтаря Твоего святого, всемилосердный мой Спаситель?» «И страшно мне было, когда вся моя прошлая жизнь, сотканная из-за дних голых перед Богом преступлений и предательств и измен по отношению ко Христу, так широко раскрылась в моих глазах. Ах! Да ведь только тогда поймешь всю силу грехов и преступлений перед Богом, когда подумаешь, кто я такой, чтобы почти всю свою жизнь решиться на то, чтобы с сатанинской упорностью бунтовать против своего Творца и в качестве священнослужителя Христова делом, словом и чувствами и всем своим существом извращать евангельское учение Христа. И вот только сейчас я совершенно понял себя, понял и всю силу греха, понял и ужаснулся. Несколько дней и ночей после этого я радовался душой, благодарил своего Бога и в то же время я все же ужасался и трепетал своей прежней жизни. В это время, так дней десять, мне все чудилось и мерещилось, как проваливается и со страшным шумом и треском ломается и ручится все христианство, поверившая Константину Великому с его кровавым кощунственным лозунгом Симпобедиши. А эти слова Симпобедиши точно громовой раскат целый месяц носились над моей головой и они ни днем, ни ночью не давали мне покоя. Ложусь ли я спать или встаю, молюсь ли я Богу или что-нибудь делаю, эти злополучные слова Симпобедиши вы все время неотвязчиво преследовали меня. С этого момента я понял, что первая страшная адская волна о язычении христиан вырвалась из бездны ада и покатилась по всему христианству через Константина Великого. Это факт несокрушимой исторической правды. Несколько лет назад я часто искал самый главный и основной корень всеобщего стихийного упадка христианской жизни. И я нигде его не мог найти. Теперь же я его нашел и нашел его в современном христианском государстве и в государственном церковном предательском духовенстве, как в самом пастырстве и представительстве всего христианства. И вот я, один из таковых духовных представителей, понял себя и понял на 43-м году своей жизни, что я открыто враждую и воюю против Христа и своей антихристианской жизнью проклинаю учение Христа о жизни, и что я, как священнослужитель Христовой Церкви, почти всю свою жизнь гоню самого Бога из Его Церкви и не только гоню, но всячески всем своим существом натравливаю и самую Церковь на того же самого Христа. Вот какова была моя обязанность как пастыря Православной Церкви. Она была строго всегда выполняема мною в моих жестких отношениях к самому христианскому Богу. Положа руку на сердце, я должен сказать, то, что я все 23 года моей жизни жил только для того, чтобы всегда сознательно сатанить против живого Бога, быть его врагом и злейшим палачом. В самом деле я, как священнослужитель, благословлял смертную казнь, благословлял суды и сам в них участвовал, благословлял присягу и сам присягал не раз, благословлял брачный развод, благословлял земную собственность и сам ее имел, продавал Христа и торговал в интересах же государства я кровью и телом Христа замазывал политические щели. И как миссионеру мне приходилось в интересах того же самого государства недостойными христианина средствами приводить иноверцев к православной церкви. И как проповедник я почти всю свою жизнь низводил евангельское учение Христа на степень государственной политической жизни с ее враждебными интересами против моего христианского Бога. Вот в этом и заключается мое практическое отречение от моего возлюбленнейшего Христа. Страшно! Все это я как священнослужитель совершал в угоду мира сего и совершал столько лет. О, да будет, да будет проклято на веки проклято такое пастырское служение Христу. Да сгинет, на веки сгинет такая адская церковная пастырская маска высякого лицемерия и вражды против спасителя мира. У да исчезнет с лица земли такое христианское священство, которое в себе самом скрывает истинное предательство Христа и кровавое, жесткое палачество против Сына Божия. Особенно, когда я вспоминаю Нагорную проповедь Христа и становлюсь с нею лицом к лицу, то каждый раз я чувствую себя несравненно дальше ушедшим от Бога, чем сам дьявол. И я, как вершитель тайн Христовых и как пастырь Церкви, ни перед чем так не повинен из всех учений Евангелия, как перед Нагорной проповедью Христа. Пусть это для многих покажется смешным, может быть даже странным, но это так. Я прекрасно знаю, и об этом же все исповеди я не раз говорил и сейчас говорю, что Нагорная проповедь есть безусловный, как сам Бог, закон христианской жизни, без исключения данный для всех христиан. Она есть чистая, обнаженная святая воля Бога Отца. И вот я, как представитель церкви, никогда не осмеливался проводить ее в гущу общественной жизни, людей, потому что я боялся проводить ее в жизнь народную. Под разными фарисейскими и иезуитскими предлогами я всячески старался о ней умалчивать. Если же в силу тех или иных случаев и приходилось мне о ней говорить, то я в таких случаях всегда ослаблял и разжижал ее смысл и умалял ее значение в жизни христиан. Я часто называл ее отдаленнейшим, недостижимым и даже совершенно оторванным от современной жизни идеалом, а иногда в целях самооправдания своей греховной жизни просто придавал ей свой собственный искаженный смысл. И все это я делал только для того, чтобы притупить свою совесть перед учением Христа. Теперь же я твердо и бесповоротно решил жить не так, как жил я прежде, а так жить, как говорится в Нагорной проповеди. Теперь я твердо убедился в том, что Нагорная проповедь есть прямой путь к Иисусу Христу. Другого пути к Нему нет и никогда не будет. Она дана нам Христом как единственный закон Божьего Царства на земле. Нагорная проповедь есть и в то же время самый верный пробный камень истинной живой веры во Христа, без исключения, для всего христианства. Она есть вернейший экзамен всей христианской жизни. Кто считает себя христианином и не живет по Нагорной проповеди, тот лжец, лицемер и открытый язычник. Пусть он будет сам святейший Папа, сам святейший патриарх, наместник Христа. Пусть он будет величайший подвижник на земле, пусть он сам своим словом будет воскрешать мертвых, творить чудеса, переставлять с места на место горы и так далее. Но если он не живет по Нагорной проповеди Христа, он жалкий фигляр и крещеный антихрист. В такой антихристианской жизни и я, священнослужитель и проповедник православной церкви, прожил 23 года. Во все эти страшные для меня годы моей жизни я был самым отъявленным и ожесточенным врагом Христа, ибо я сознательно шел против моего Господа и во всякое время на каждом месте изменял Ему. Ах, Боже мой, страшно даже подумать до чего я дожил. И вот, когда после виденного мною немецкого аэроплана с черным крестом внизу я вернулся в Аврангелевку в первую школу прапорщиков, я несколько ночей подряд уходил в лес и там предавался горячей молитве и глубокому размышлению о том, что со мной совершилось и что мне теперь нужно делать. В это время я очень благодарил моего возлюбленнейшего Христа за его великую ко мне милость. Боже мой, говорил я, за что? За какое доброе дело ты спасаешь меня? Господи, что я такой сделал перед тобою, что ты так милостиво и любовно оглянулся на меня, не постыдившись грехов моих? Ты протянул ко мне свои святые руки. За что? За что ты, Господи, так стал близок ко мне? Ты ведь сам, Господи, знаешь, что я грешен плотскими пороками, я завидовал ближним, я ненавидел людей, я творил многим людям пакости, я лгал, я обманывал, я как священнослужитель предавал тебя по руганию и торговал тобою. Военное же в сие время я всю свою жизнь изменял тебе, хулил тебя, издевался над тобою. Военное же сие время я ради народной всемирной человеческой бойни твоим именем натравливал одних христиан на других. С Евангелием и чашей в руках я вдохновлял воинов на убийства подобных им христиан и каждый раз, служа божественную литургию, далеко реже произносил твое имя сладчайший мой спаситель, чем имена и титулы имущих власть мира сего. Я за великим выходом божественной литургии в самый страшный момент твоей голгофы кочунственно ставил тебе в обязанность, чтобы ты царь мой Христос. Эту распинавшую и до ныне распинающей тебя земную власть со всем ее кровожаднейшим христолюбивым воинством принял свое Царство Небесное и принял только за то, что она власть и что как таковая она всегда распинала и до ныне распинает тебя, Господи. Я гордился, тщеславился, с презрением относился к нищим, блудным и так далее. И вот после таких ужаснейших моих грехов ты вдруг оглянулся на меня и спас меня. Теперь после стой долголетней разлуки с тобою. Мой Господи, я еще больше и горячее прежнего буду любить тебя. О, как я буду любить тебя, Царь мой Христос! С сегодняшнего дня я заявляю всей вселенной, что меня от моего Христа ни государство со своими тюрьмами, сумасшедшими домами, высылками в Сибирь, смертными казнями, ни сама церковь со своими отлучениями и постыдными проклятиями не отлучат от моего Спасителя. Отныне я христианин, я христианин, о, я христианин. Так я молился своему и возлюбленнейшему Господу. В эти самые ночные часы молитвы я садился на пни и предавался размышлениям. Я думал, что нужно мне начать совершенно новую жизнь, жизнь, согласную с учением Христа. А для этого мне нужно обязательно и окончательно порвать всякую связь с прежней своей жизнью и со всеми ее земными благами. При помощи Христа это сделать нетрудно. Прежде всего, я должен буду оставить должность военного священника. Должность церковного палача, кощунника, вдохновителя убийства и травителя не на жизнь, а на смерть одних христиан на других. Но этого мало. Мне нужно теперь за собой всячески закрепить духовную позицию. Для этого необходим с моей стороны решительный подвиг в деле укрепления себя в Боге. Прежде всего, должна быть пламенная молитва, сердечная вера и самоотверженная любовь ко Христу. А затем необходимо решительное с моей стороны исповедания перед всею церковью всех тех христианских принципов, которые должны будут лечь в основу моей личной религиозной жизни. Может быть, за это мне придется лишиться сана, лишиться священства, лишиться свободы. Но что же во имя защиты попранного учения Христа, во имя его нагорной проповеди, я должен все это с великой радостью мужественно переносить. Особенно мужественно придется мне переносить всякую грязь, самую вонючую, липкую грязь и всякие помои от самого духовенства. Ни одна в мире каста людей так мастерски не способна грязнить и обливать всякого рода отбросами и помоями учеников Христовых, как каста священнослужителей алтаря Христова. И вот теперь я должен быть на все это готов. Может быть через эти страдания, какие заущения Христа выпадут на меня, Христос простит мне мои прежние грехи. В самом деле мне ли не страдать ради Христа, когда я почти всю свою жизнь распинал его и служил дьяволу? Ведь нужно только подумать, во что я обращал Христа. Мне еще никто в рабство не продавал, а я сколько раз предавал своего Христа, своего Бога в рабство государству, в рабство церковно-языческой традиции, в рабство сильным мира сего, в рабство земным интересам. Меня еще никто не лишал человеческих прав, а я почти всю свою жизнь тем и занимался, что как священнослужитель обезличивал Христа своей жизнью, оскорблял его своими поступками и своим кощунственным священнослужением и все время стремился лишать его божественных прав. Конечно, не составляет никакого труда языком называть Христа Богом, молиться ему, служить литургию, говорить проповеди и даже о нем писать многотомные книги. Все это может быть хорошо, но это еще не есть христианство, не есть истинное ученичество Христа, не есть истинное служение Христу. Истинное ученичество, истинное служение Христу заключается в бесповоротном решительном самоотрещении ради Христа, исследовании за Ним, самыми делами, самой жизни по Нагорной проповеди Спасителя. А пока этого нет, то нет и христианства, не хоть какой-нибудь самой малой верности Христу. Так я размышлял тогда, и в это время лезли в мою голову и другие мысли, мысли малодушия и страха. В это время мне думалось, вот как стану я жить по Нагорной проповеди Христа, то станут меня люди гнать, будут лишать куска хлеба, и придется мне тогда где-нибудь умереть голодной смертью. На эти черные мысли я говорил, отныне я твердо и непоколевимо верю, что Христос есть Бог и Царь всей Вселенной. Ему принадлежат и небо, и земля, и солнце, и луна, и звезды, и все, что живет и пребывает в них. Вся Вселенная его собственность. Поэтому где бы я ни был, что бы я ни делал, Христос всегда со мною, и я имею всегда открытый к нему доступ, я всегда могу обо всем его благодарить, просить, как своего родного отца, родного спасителя, родного друга. Его любите к нему обращаться, поэтому я всецело отдаю себя его святой воле. Прежде я, как и все подобные мне государственные христиане, думал, что власть галилейского учителя Христа не простирается на землю, что на земле судьбы христианской жизни вершат цари, его церковные наместники, всякого рода начальствующие лица, а не сам лично Христос, что на земле в нашей жизни нет места Христу, что его власть будет распространяться над жизнью человеческую исключительно только в загробном мире. Теперь же я узнал, хотя и поздно, но все-таки узнал, что если на самом деле в нашей жизни нет Христа и нет Ему места среди нас, то это именно лишь потому, что мы, христиане, сами добровольно отвергли Его, как своего единственного христианского царя, и предпочли Ему земного кесаря с его кровавою земной властью и вообще со всем горем, печалями и соблазнами мира сего. Мы, христиане, сами добровольно отвергли и Его Святое Евангелие, в частности Нагорную проповедь, как безусловный закон христианской жизни и предпочли Евангелию римские языческие законы. Мы, христиане, сами добровольно отвергли Царство Божие и предпочли Ему Царство смерти, Царство насилия, Царство страстей и пороков мира сего. Мы, наконец, христиане, сами добровольно отвергли жизнь по учению Христа и предпочли Ей жизнь языческую, жизнь мучения, всякого рода страдания, слез, насилия, братоубийства, убийства, лжи, лицемерия, фальши, пустосвятства, самоправедности, ужаснейшего коммерсализма и других бесчисленных преступлений. Отсюда и происходит всякое зло на земле, всякие бедствия нашей земной жизни. А современные же церковные богословы перенесли все христианство в мир одних голых и отвлеченных понятий. Они до сего времени всячески стремятся пером и словом фабриковать проходной паспорт Христу с указанием ему его местожительства ни на земле, ни в жизни людей, а только на небе. Отсюда происходят все ужасные бедствия нашей земной жизни и всякое сатанинское нечестие и дьявольское зло на земле. Так христианство много веков живет без Христа. В жизни христиан вместо Христа заступила государственная власть, заступила место христианского Бога национальность, заступила место Христа языческая цивилизация. И с какой ревностью христиане поклоняются этим страшным своим идолам, и какие ужасные им воздают божеские почести, и как им часто добровольно приносят в жертву свою собственную жизнь, жизни своих детей, жизни своих братьев и сестер. И время от времени во имя этих идолов устраивают кровавую тризну, так называемую народную бойню или войну. И какую страшную тризну! И кто же все это устраивает? Устраивают такую страшную кровавую тризну этим идолам исключительно христиане. Страшно даже подумать, десятки миллионов живых человеческих жертв, те же самые христиане закалывают и приносят в честь этих людских идолов. И смотрите, кого, кого только тут нет возле и около этой ужасной кровавой тризны. Здесь стоят, радуются и утешаются ею цари, короли и все сильные мира сего. Здесь танцуют от восторга и радости при виде кровавого болота людских жертв всякие капиталисты, купцы, коммерсанты. Здесь стоят и представители Церкви Христовой. Одни из них стоят с крестом и Евангелием в руках, во весь род кричат о том, чтобы как можно больше заколоть людей для этой страшной тризны. Другие с чашей в руках кропят кровавое поле военного сражения телом и кровью Христа и говорят во имя Отца, во имя Сына и во имя Святого Духа да здравствует война, да процветает массовое кровь людская и да торжествует смерть, 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 о да будет, будет предано вечному забвению такое изолгавшееся и излицемерившееся священство. О да будет, да будет такое богопротивное пастырство раз навсегда жертвой смерти и вечного наказания гнева Божия. О Боже, страшно даже и подумать, во что превратилось христианство, тут я не раз вспоминал про каторжанина, который как-то в бытности мою на каторге стихнув зубы злобно сказал, о, если бы я имел возможность погубить мир, то я не задумывался бы нарастолочь его в порошок и весь его развеять по пространству. Конечно, не мир сам по себе, гадок, нет, а мы люди, да какие еще люди, христиане, да, страшно, всюду весь воздух пропитан трупным запахом человеческого мяса и человеческой крови, всюду насилие, всюду печаль, всюду слезы и всюду одно несмолкаемое горе и людское проклятие. Сам Христос, хоть и считается христианским богом, но он, несмотря на это, умиленно из частички той любви не удостаивается, какую христиане жертвует своим земным кровавым идолам.